Ты знаешь, Ирин, что я заметил? Что я сегодня чудо как хороша Ой, ну это даже не обсуждается Я вообще речь веду о погоде Она как женщина Требует к себе постоянного внимания Ну, естественно Причем самого пристального Вот смотри, с утра не знаешь, что от нее ожидать Выходишь, солнышко светит, жарко А днем что-то начинает все хмуриться Что в следующий момент? Остается только гадать Знаешь, Курляш, что самое интересное во всем этом? Ничего не изменится Это да Поэтому я предлагаю прямо сейчас отправиться на прогулку по Могилевским улицам Присоединяйтесь к нам и узнавайте о городе Больше, в котором вы живете Завтра вся страна отметит великий праздник День Победы Мы снова от всей души скажем спасибо людям, которые победили в той страшной войне А сегодня председатель Могилевского городского исполнительного комитета Владимир Цумырев расскажет, как город готовится отпраздновать 9 мая Здравствуйте, Владимир Михайлович Добрый день, Ирина Владимир Михайлович, давайте мы сегодня поговорим о Дне Победы Это великий праздник, пожалуй, для всех могилевчан И особенно для тех людей, благодаря которым мы в мире живем Сколько сейчас в Могилеве проживает ветераны Великой Отечественной? К сожалению, с каждым годом ветеранов и участников Великой Отечественной войны у нас все меньше и меньше Вот на 1 мая текущего года в городе Могилеве проживает 761 участник Великой Отечественной войны Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, что город делает для ветеранов? Как он им помогает? Все они проходят комплексное обследование медицинское И по мере необходимости они получают реабилитацию Вот за 4 месяца текущего года к нам обратилось 12 участников войны С просьбой, чтобы мы рассмотрели вопросы ремонта домовладения или квартиры Хочу сказать, что за счет бюджетных средств в текущем году мы отремонтировали 7 участников, которые к нам обратились в городсполком И 5 участников получили вот такую серьезную помощь со стороны предприятий, организаций На которых они раньше работали и потом ушли на заслуженный отдых Владимир Михайлович, давайте тогда уже непосредственно к празднику Как Могилев собирается отмечать День Победы? Начиная с 8 числа у нас пройдет повсеместное возложение к братским могилам К воинским захоронениям, цветов, венков руководствам города И представителями трудовых коллективов 8 мая я планирую провести прием ветеранов Великой Отечественной войны В городском доме культуры Естественно, что каждому участнику приема мы приготовили сувениры, ценные подарки И там они будут ручены Ну а 9 мая традиционно будет начинаться с парада Победы Значит, от площади Ленин до Советской площади будет путешествие ветеранов Отечественной войны Руководство города, области И естественно, что будут принимать участие трудовые коллективы Значит, на Советской площади состоится митинг и централизованный концерт А после этого мы приглашаем гостей города, участников мероприятий, которые пройдут на Советской площади На нашу эстрадную площадку Печевский лесопарк Потом мы планируем мероприятие и на площади звезд, скверы 40 лет Победы Владимир Михайлович, 9 мая будет салют? Да, однозначно, это уже по традиции, вот эпогеем всего праздничного нашего дня, 9 мая, будет салют Который состоится традиционно на набережной Днепра Скажите, пожалуйста, такой достаточно животрепещущий вопрос Как будет ходить транспорт? Обычный объект? Ну, что касается транспорта, естественно, что во время шествия, который будет идти от площади Ленин до Советской площади Будет приостановлено движение общественного транспорта, значит, от улицы Темиразинской до Советской площади И как только шествие закончится, возобновится движение транспорта Но это касается общественного транспорта А что касается городского пассажирского транспорта, он будет работать в режиме обычном Ну и во время проведения салюта также будет частично перекрыто движение общественного транспорта от улицы Челюцко до Островского. Как только мероприятие закончится, транспорт возобновит свою работу. Спасибо большое, Владимир Михайлович, что нашли для нас время в вашем таком плотном предпраздничном графике. Ну а с вами, уважаемые могилевчане, мы встретимся в следующем месяце и снова расставим городские акценты вместе с председателем Могилевского городского исполнительного комитета Владимиром Цумриевым. Спасибо, Ирина. И в заключение мне хотелось бы поздравить всех могилевчан и гостей нашего города с праздником Великой Победы. Девятого мая он отмечает двойной праздник – День Победы и День своего рождения. О войне он знает не понаслышке. Его боевой путь длиной в четыре года закончился в побежденной Германии в 1945 году. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Михайлович Сываков в рубрике «Эссохома». Что такое война, Александр Сиваков узнал 19-летним мальчишкой. Тогда выпускник Кировской школы, зачисленный в Ленинградскую военно-медицинскую академию, спешил в родную деревню Проточное Быховского района. Александр Сиваков стал партизаном-разведчиком. Не было случая, чтобы он не выполнил задание. Перед операцией «Багратион» следил за движением немецких войск на шоссе Могилев-Бобруйск. Информировал армию, которая удерживала плацдар на берегу реки Друдь. Участвуя в операции «Минский котел», партизан Сиваков взял в плен двух немцев. А в августе 1944-го он уже был на фронте в составе 2-й мотострелковой бригады 3-го гвардейского котельниковского танкового корпуса в должности телефониста. Тогда же под литовским городом Шауляй немцы решили прорвать оборону. И вдруг лавина танков. Лавина. И прямо на наше расположение. И надо же самое, когда бьют, тут звоню взводному. Не отвечает. Ну что, надо бежать. Под шквалистым огнем Сиваков прополз 20 метров и соединил телефонный провод. За это получил орден Красной Звезды. Александр Сиваков участвовал в боях на 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Воевал в Клайпиде, Гдыне, Данциге. Про таких, как Александр Михайлович говорят, родился в рубашке. Несколько раз пули задевали его форму. Одна прошла в сантиметре от головы. О победе он узнал в Германии, городе Росток. Тогда про свой день рождения даже и не вспоминал. В этом году, 9 мая, Александру Ивановичу исполнится 92. По традиции, поздравить его приедут дети, внуки, многочисленные друзья и коллеги. Все равно на первом месте день победы. Первое слово произношу здравницу за день победы. И за память тех, кто не дожил до этого дня. Вчера работники радио и телевидения отметили свой профессиональный праздник. То, что вы видите на своих экранах, это итог нашего труда. Но, поверьте, очень многое скрывается за кадром. Приглашаю вас прогуляться по ту сторону эфира. Телевидение начинается с поста. Здесь нас встречает доброжелательный милиционер. Здравствуйте. Здесь же можно посмотреть в нарядах, кто и куда едет на съемки. Ну, а мы давайте пойдем в студию, где выходят в эфир и записываются наши программы. Сейчас как раз идет запись программы «Экстрим». Среда. Работаем. Это только в эфире. Наталья Ильинич может показаться строгой и суровой дамой. Криминальный жанр обязывает. В жизни же она простая, милая девушка. Сейчас вот записала очередной выпуск о дорожных происшествиях, пожарах, кражах и убийствах. Сляхо, да? Сбивалась. Два раза сегодня сбила. Перечитывала? Перечитывала, да. А пират ругается, когда перечитывает? Нет, они, в общем-то, ко мне всегда лояльно относятся, за что им большое, конечно, спасибо. Штат Махилевской областной студии порядка 80 человек. Редакторы, операторы, режиссеры, звукорежиссеры, техники, водители и так далее. Извинения тем, кого не назвал. Каждый день съемочные группы ищут по всей области все самое интересное и находят. Мне, например, интересно снимать разные вещи. Я много всего узнаю. Сегодня мы снимаем детский сад, завтра мы можем оказаться на военных учениях. Когда видишь, что твоя работа понравилась и заинтересовала кого-то других, на время все замолчали и посмотрели, ну, конечно же, испытываешь удовлетворение. На мир смотришь через видоискатель и находишь интересные моменты в кадре. То есть не просто, ну, скажем так, небо, небо, дерево, дерево, а в этом во всем еще натищу и красоту. От снятой материала редактор должен грамотно обработать, то есть написать хороший текст. Начальник отдела новостей Снежана Крижевич, пожалуй, самый читающий работник телерадиокомпании. За день столько текстов. Вот, видимо, к Андрею Ястребову возникли вопросы. А в это время Кристина Каранкевич готовится к выпуску новостей. Нервная работа. Самое сложное время у нас это перед эфиром, естественно, потому как нам нужно и время посчитать, и что-то бывает еще не смонтировано, и я бываю без прически, без макияжа. Ну, успеваешь, это правда. Естественно, мы стараемся и все успеваем. Телерадиокомпания «Могилев» создает около 20 проектов как для регионального вещания, так и республиканского эфира. И все это монтируют вот здесь. Режиссеры – важнейшие люди на телевидении. Это они, по сути, делают итоговый продукт, соединяют операторский взгляд и редакторскую мысль воедино. Аксакал телевидения Александр Григалец уже сбился со счета программ, над которыми работал и работает. Я не могу назвать их любимыми, ни одной из них, потому что у меня их столько много, что какую-то выделять это было бы неправильно. Потому что каждая из них дорога по-своему. У каждой из них свое лицо, у каждой из них свое какое-то трепетное отношение. Поэтому они все мои дети, вместе с редакторами, вместе с операторами, вместе с героями. Ну и похвастаемся. Телерадиокомпания «Могилев» идет в ногу с техническим прогрессом. Мы работаем на современном оборудовании, можно сказать, вооружены до зубов. За последнее время у нас было приобретено 4 новых профессиональных телевизионных камер, которые работают в цифровом формате и обеспечивают запись на предательные носители. С использованием новейших разработок IT-технологий было внедрено 2 системы автоматизации телевизионного и радиовещания. Ну и похвастаемся еще раз. 7. 7 призовых мест на последнем национальном телевизионном конкурсе «Телевершина» у телерадиокомпании «Могилев». Фильм «Сентябрь 43-го. Недетский дневник» стал лучшим региональным проектом года. Режиссер фильма Андрей Почалов признан лучшим режиссером страны. Марина, не стесняйтесь. Держите покрепки. Аплодисменты! Автор сценария Анна Лапо, телеоператоры Александр Артемьев и Денис Бутылин стали номинантами. Огромное спасибо «Белтелерадиокомпании», которая поверила в нас, в региональный канал и доверила нам такой масштабный фильм. Я хочу сказать, что в регионах любят снимать кино и умеют снимать кино. Спасибо огромное. Также в призерах «Новости. Регион» и программа «Деревенька». Ни одна из региональных студий телевидения, ни одна не может похвалиться подобным успехом. А его мы разделяем с вами, нашими телезрителями. Коля, я вот сейчас вспомнила фразу из песни «Один раз в год пустыть цветок». Действительно. Ну, вообще, насколько я помню, там было про сады речь. Не важно. В мае вообще все цветет и... И пахнет. Как пахнет. А вообще, действительно, в мае прогулки по городу – это незабываемо. Так что, ребят, выключайте компьютеры, вырубайте ноутбуки, забудьте о планшетах и айда на улицу. Ну, а наша прогулка заканчивается, и мы напоминаем адрес, куда вы можете присылать ваши городские истории. Город Могилев, улица Первомайская, 83, телефонная студия. И не забывайте о нашем сайте tvrmogilov.by. В гостевой оставляйте свои городские новости. Ну что ж, и мы всех от всей души поздравляем с праздником Победы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин